Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии появился новый вид мошенничества с использованием QR-кода. На курорте Архыск Карачаева-Черкесии 30-31 июля состоится международный фестиваль «Кавказской кухни» КУНАК-2022. В Усть-Джигуте прошел митинг-концерт в поддержку президента России и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. С инициативой проведения митинга выступили ветеранские организации из Джигутинского района и общественники. Выступающие на митинге говорили о необходимости консолидации в сложное для страны время, о поддержке военных и курса главнокомандующего страны. В свою очередь ведущие артисты и творческие коллективы Карачаева-Черкесии исполнили патриотические песни. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, продолжается сбор гуманитарной помощи военнослужащим Донбасса и мирным жителям. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» создан портал победа.онф.ру, с помощью которого жители республики могут перечислить денежные средства, либо ознакомиться со списком необходимых вещей и принести их в региональное отделение Народного фронта. Через Народный фронт в Карачаево-Черкесии уже собрано и отправлено помощи на сумму более 150 тысяч рублей. Добавим также, что с начала проведения спецоперации по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова при участии регионального отделения партии «Единая Россия» Карачаева-Черкесия отправила порядка 200 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий, беженцам, находящимся в пунктах временного размещения в регионах России и военнослужащим. Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 млн. рублей, поможет увеличить туристический поток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 км, это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Дамбая. Поэтому Дамбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов ведутся работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Эшкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более миллиарда рублей. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Баташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Эшкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров, площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дам сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Новый электрокардиографический аппарат ЭК-12Т-01РД получили и ввели в эксплуатацию в Зеленчукской центральной районной больнице. Оборудование предназначено для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца у взрослых и детей. С апреля текущего года с его помощью выполнено 2461 исследование взрослым пациентам и 335 детям. Оборудование получено в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и достижения ключевых показателей национального проекта здравоохранения. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК-проект «Ислам Крымшамхалов». Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами и благоустройством привлекающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. Заместитель прокурора Карачаева Черкесии Артур Махов 28 июля проведет личный прием граждан в Прикубанском районе. Мероприятие состоится 28 июля с 11 часов в прокуратуре Прикубанского района, расположенной по адресу поселок Кавказский, улица Ленина 4. Жителям рекомендовано при обращении подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Дополнительная информация и предварительная запись на прием осуществляется по номеру 8 878 74 4 11 93. В Карачаево Черкесии появился новый вид мошенничества с использованием QR-кода. В отдел полиции Малокарачаевского района обратилась 43-летняя жительница села Терезе. Она рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила женщина и предложила удаленную работу, после чего они продолжили общение через приложение видеосвязи для демонстрации рабочего экрана телефона заявительницы. Далее, действуя указанием лжесотрудника, женщина через приложение банка открыла овердрафт-счет на сумму 30 тысяч рублей и перевела на указанный абонентский номер 8 888 рублей. Через некоторое время потерпевший позвонил мужчина, который представился ведущим аналитиком и потребовал строго следовать его инструкциям. Женщина, следуя его указаниям, оформила в разных банках еще три кредита. Мошенник скопировал QR-код потерпевшей, который отобразился на экране устройства через видеосвязь, снял наличными в банкомате все денежные средства. В общей сумме она перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Порядка 300 молодых людей воспользовались образовательной платформой «Про знания КЧР», направленной на повышение качества знаний, востребованных для жителей региона сферах. Образовательная платформа «Про знания КЧР» – проект Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии, целью которого является создание доступной онлайн-среды для обучения актуальным навыкам. Данный проект дает возможность для получения удаленного образования в выбранной сфере. Об этом рассказывает советник министра по делам молодежи Республики Расим Попшов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Популяризация здорового и активного образа жизни в числе приоритетов партии «Единая Россия», ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей. По этой причине очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения, а также развивать спортивную инфраструктуру. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в ауле «Сарытюз» идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. О необходимости строительства объекта в ауле рассказал председатель Совета старейшин Абдурахман Даюнов. Оздоровительный центр, комплекс был нужен давно. Дети особенно, вот когда обучаются тут, все хотели, поехали в соседний аул, чтобы заниматься спортом. У нас не было такого строительства, такого комплекса. Мэрия Черкеска объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаева-Черкесии, и принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. В республике необходимо зарегистрироваться на сайте активных горожанин, загрузить в раздел «Конкурс фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории», а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа. Включительно комментирует информацию начальника дела по связям со СМИ Мэрии Черкеска Армида Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч, и третье место – это 50 тысяч рублей. Десять студентов Северокавказской государственной академии совершили пеший переход Архыз-Красная поляна-Сухуми. Путешественников встретили студенты Абхазского государственного университета. Перед переходом студенты СКГА несколько месяцев проходили подготовку в секции горный туризм и альпинизм. Пятидневный переход состоялся в рамках сотрудничества между вузами. Архыз в Карачаево-Черкесии станет площадкой для Большого кулинарного фестиваля Кунак. 30 и 31 июля Северокавказская ассоциация кулинаров соберет на курорте 50 именитых поваров из 21 региона Кавказа и Закавказья. Об этом рассказывает предсекретарь акционерного общества «Кавказ.РФ» Татьяна Поздеева. В эти выходные курорт Архыз соберет лучших шеф-поваров Кавказа и Закавказья на Большой фестиваль. По приглашению Ассоциации северокавказских кулинаров на Архыз приедет 50 именитых поваров со всей страны. Главным событием фестиваля станет чемпионат из КФО «Большие огненные игры». Он станет частью всероссийских состязаний по приготовлению блюд из предложенного набора продуктов. Кроме того, будем готовить национальные блюда, дегустировать их, учиться их готовить на мастер-классах. Заложим капсулу времени с аутентичными рецептами для потомков. Также в программе концерты, салют и все, что создает атмосферу настоящего праздника. Все главные события пройдут на центральной площади поселка Романтик. Ждем всех 30 и 31 июля. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрыть свои таланты и попробовать себя в самых разных направлениях искусства. Об этом рассказывает министр культуры региона Зурапа Гербов. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. С 5 по 7 августа в поселке Архыс впервые состоится фестиваль музыки и науки «Другой звук» Альтерсона. Мероприятие будет проходить на четырех площадках концерта классической музыки под открытым небом, шесть научно-музыкальных походов в горы, ежедневные музыкальные представления и археологические экскурсии в древнейшие христианские храмы Северного Кавказа и на руины Древнеоландского городища. Всего более 30 различных мероприятий. Участниками фестиваля Альтерсона будут 20 молодых музыкантов из Москвы, а солисты – лауреаты международных конкурсов. Для юных музыкантов в Карачаево-Черкесии будут проведены мастер-классы по скрипке и кларнету от ведущих солистов. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии. Организатором Альтерсона выступает фонд «Будущее время». В ауле Кубина состоялись седьмые игры народа Абаза. В них приняли участие 315 спортсменов и более 3000 болельщиков. Помимо команд абазинских аулов, на седьмые игры народа Абаза приехали команды Абхазии и Ставропольского края, которые представляли Абазины Кисловодска. Абазинская Олимпиада, как неофициально называют эти массовые соревнования, завершилась общекомандной победой команды аула Кубина, впервые добившейся такого успеха. Мероприятие организовано Международным объединением Алашара при поддержке Министерства Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, правительства республики, мэрии города Черкеска и администрации Абазинского муниципального района. С 12 по 15 августа в Москве на базе Центра художественной гимнастики Ильны Винер-Усмановой пройдет Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов по тэквондо 2022 года. Карачаева-Черкесию на Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов 2022 года представят три человека. Это воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Аслана Махова, Маргарита Алиева весовой категории 49 килограммов, Агержаноков Амаль весовой категории 68 килограммов и Александр Есипов категории до 58 килограммов. Тренируют спортсменов Рашид Ахмедов, Мурат Хачуков и Тимур Кемрюгов. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 24-29 градусов выше нуля. В горах до 20 градусов тепла, в Черкесии днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов тепла. Это все новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Реклама Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнаете, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали смс из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ммс или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!